872 день войны. Конечно, самой обсуждаемой новостью прямо сейчас является покушение на Дональда Трампа. Увы, это действительно может оказать серьезное влияние на выборы в США и впоследствии на войну. Что там произошло и как это стало возможным, расскажу через минуту. Также стало известно, что случались и покушения на Владимира Путина. Об этом сообщил глава главного управления разведки Украины Буданов. А телеграм-канал ВЧК ОГПУ рассказал подробности одной из таких атак. ВСУ вновь нанесли удар по Ростовской области. Судя по всему, речь опять про нефтебазу. Также появились видео со вчерашней атаки, на котором видно, что защита нефтебаз в России работает не очень. Тем временем Лукашенко ударил Путина в спину. По крайней мере, так считает Z-сообщество. По словам белорусского диктатора, он отвел войска от границы с Украиной. Это позволит ВСУ высвободить резервы, жалуются Z-блогеры. «Российские солдаты, подрывающие себя при ранении, не признаются погибшими в бою», рассказала Z-блогерша Анастасия Кашеварова. Много интересных подробностей об отношении начальства к якобы, как пишут пропагандисты, подвигам российских солдат. Ну а из других подвигов российские солдаты обограли свиноферму в Белгородской области. Соответствующие кадры опубликованы местным изданием. «Ворую своих, чтобы чужие боялись», видимо, такой лозунг у так называемой элиты России. Об этом и многом другом в свежей несводке. Поддержать вы ее можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают сделать так, чтобы больше людей увидело эту несводку. Ну а также не забывайте поддерживать канал финансово на Патреоне. Ссылка в описании. Выбирайте тир, выбирайте бонусы, связанные с тиром. И, собственно, поддерживайте существование этого канала. Ну давайте начнем с покушения на Трампа. Как вы видите, я не очень рад этой теме, потому что, конечно, ну этого будут последствия. Трамп выступал на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. Кстати, я был в штате Пенсильвания в недавней поездке. На крыше в 130 метрах от точки, где выступал, собственно, Трамп, лежал стрелок с винтовкой АР-15. Он успел произвести несколько выстрелов, после чего был убит снайперами секретной службы. Вот вы видите на экране схему. Покушение на Трампа, как стало известно, совершил 20-летний Томас Мэтью Круз. Появилось видео, где он говорит незадолго до покушения, что ненавидит республиканцев и Дональда Трампа лично. И говорит, что они нарвались не на того парня. Все это подарило Трампу лучшее фото в его карьере. Он был ранен в ухо. Ну как там, пуля чуть-чуть задела ухо. И теперь заголовки мировых медиа говорят о покушении на Трампа. Фотография показывает, что вот он, смотрите, преодолевая все трудности, с кулаком поднятым вверх. Значит, окровавленный продолжает участие в гонке. Вы знаете, я всегда вам говорил правду, поэтому не буду лицемерить в этот раз. Сейчас я не испытываю большого сочувствия к Дональду Трампу. Я неоднократно говорил, что я очень не против, чтобы оба американских кандидатов в президенты, и Дональд Трамп, и Джозеф Байден, вышли из этой гонки тем или иным способом. Поэтому, конечно, случившееся не очень приятно. Ну то есть, если бы пуля прошла чуть правее, то, наверное, ситуация была бы несколько лучше. Потому что по итогу мы имеем ситуацию, где как бы Трамп абсолютно вообще никак не пострадал по факту. При этом он, конечно, получил такой реал героя вообще в Америке к тем, на кого совершается покушение. Есть некоторый пиетет. Я не думаю, что это окажет прям совсем сильное влияние на выборы, потому что американское общество сейчас очень оно поляризировано. И тут они не просто выбирают, типа, кто мне больше нравится, Трамп или Байден. Каждый из этих персонажей представляет определенные ценности. И поэтому я не думаю, что прям много сторонников у Трампа появится. Единственное, что внутри республиканской партии даже те республиканцы, которые яро выступают против Трампа, а таких немало, потому что Трамп воплощает все худшее, что можно вообще воплотить в человеке. Его Project 2025 — это безумие. Это просто скатывание Америки. Вот эта деградация на несколько десятилетий. Более того, его позиция по НАТО, по разрушению НАТО, она губительна для интересов Соединенных Штатов. Его позиция по Украине губительна для Украины. Ну, в общем, я делал большое видео, которое, кстати, вы, наверное, не замечали. Но YouTube его удалил на несколько дней, на три дня. Я бился в апелляции, значит, за это видео. В итоге отбил, это видео снова доступно. Короче говоря, я не думаю, что прям много прибавится у Трампа сторонников. За исключением тех, кто раньше вообще не хотел бы участвовать в выборах. Они, возможно, пойдут и проголосуют. Тем более, что после покушения поддержал Трампа именно как кандидат в президенты. Илон Маск напрямую уже сказал, да, я поддерживаю Дональда Трампа. Все это довольно печально. Естественно, сейчас все трамписты начинают разгонять, что это специально организованная операция, специально организованное покушение. Потому что там секретная служба каким-то образом пропустила действительно стрелка, который с винтовкой залезал на крышу в 130 метрах от выступающего Трампа. Это действительно подозрительно, я согласен. Единственное, что, ну, зная человеческий дебилизм, я в целом уже готов поверить, что это абсолютная случайность. Но я бы, ну, на самом деле, на самом деле, если бы это реально была спланированная, там, не знаю, Байденом или Дипстейт операция, да, было бы, наверное, поспокойнее. Потому что, ну, во-первых, я уверен, они бы стрелка, поэтому лучше, слушайте, я занимаюсь стрельбой последний год, и как бы 130 метров с AR-15 с хорошей оптикой, ну, слушайте, это, ну, я не знаю, как можно не попасть. Особенно учитывая, что стрелку дали сделать там, типа, ну, что-то в районе 7-8 выстрелов. Я не стал считать подробно, но видно, что он прям наваливает. Причем 3 или 4 выстрела до того, как Трамп залез по тумбу. То есть Трамп не сразу понял, что происходит. И вот если ты стрельнул, условно, попал в ухо, ну, там совсем чуть-чуть коррекция нужна. Более того, ну, хорошо, плохо ты с винтовкой обращаешься, ну, возьми ты какую-нибудь снайперскую винтовку, чтобы наверняка какую-нибудь болтовку. Ну, в общем, короче, это, конечно, все, опозорились там все. Стрелок, секретная служба, абсолютно все опозорились. А Трамп явно вышел, конечно, победителем. И, наверное, ну, для меня очевидно, что Байден его победить уже точно не сможет. Ну, то есть вообще ни при каких раскладах, поэтому я надеюсь, что это повлияет в том числе на замену Байдена, на какого-то адекватного кандидата, и, возможно, тогда появится шанс. Так вот, я про что говорил-то, что если это действительно тайное глубинное государство американское, то было бы поспокойнее, потому что, ну, очевидно, если у вас есть такие могущественные, там, не знаю, рептилоиды, масоны, кто угодно еще, ну, они, значит, добьют Трампа в какой-то момент, и все. Но нет, к сожалению, я думаю, что это действительно история, я вообще много раз вам говорил, что я бы предпочел, чтобы действительно было какое-то глубинное государство, которому постоянно ищут кью-анонщики, российские пропагандисты и так далее, потому что тогда, возможно, ну, как бы, если бы был четко выверенный план траектории человечества, это бы как будто было бы более эффективно, чем тот постоянный, как без манта сказать, звездец, который мы видим. То есть все абсолютно хаотично, дебилизм на дебилизме, одни, блин, преемником назначили, КГБшника, думая, что он будет всему подчиняться, другие, собственно, какого-то маразматика номинировали от демократической партии, которому пора на пенсию, третий, готовый верить любой лжи, которую говорит Трамп, ну, и так далее, и тому подобное. Короче, если бы миром реально управляло тайное правительство, было бы, наверное, куда лучше, даже если бы я в него не входил, я не претендую ни в коем случае. Короче говоря, ситуация дрянь, всем, единственное, что вот кого прям жалко, это, конечно, погибшего там на этом митинге человека, и раненый есть еще один, насколько я понимаю, точное количество сейчас, ну, вот последнее, что я смотрел, это один убит, один раненый, это, конечно, соболезнование семье погибшего, и, конечно, скорейшего выздоровления пострадавшему, потому что, ну, люди, даже поддерживающие Трампа, ничем такого не заслужили. Но интересно, что недавно Кирилл Буданов заявил, что главному управлению разведки Министерства обороны Украины известно о нескольких покушениях, но уже на Владимира Путина. Отвечая на вопрос издания New Voice, известно ли ему о попытках убить Путина, глава Гура ответил, они такие попытки были, но, как видите, пока неудачные. Других подробностей Буданов не привел, отметив лишь, что Путин находится у власти в России более 20 лет. Нет, сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности, добавил он. Я вообще думаю, скоро видео записать, мне, потому что все два с половиной года многие люди пишут, типа, Майкл, а почему не дать просто там кому-то там объявить награду за голову Путина 2 миллиарда долларов, блин, убьют наверняка. Нет, не убьют, убить Путина очень сложно, как и убить любого диктатора. Кимчанына убить сложно, Путина убить сложно. Я думаю, сделать отдельный ролик, где объясню, почему, в чем проблемы с тем, чтобы их убить, и почему невозможно, например, подкупить охранника Путина или какого-то его окружения. Хотя, скорее всего, попытки такие были, потому что позднее заявление Буданова прокомментировал пресс-секретарь Путина Песков. По его словам, российским властям все угрозы от киевского режима очевидны, поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне, подчеркнул Песков. Но что еще интереснее, в ИЧК УГПУ рассказывали о случае, который, судя по всему, возможно, был покушением как раз на Путина. Это была история про Дениса Чиликова. Это личный водитель исполнительного директора Газпромбанка Константина Харитоненко. Он собрал мощную бомбу для машины, но сам на ней подорвался. Шеф Чиликова принимал участие в ПМЭФе, на котором как раз присутствовал и Владимир Путин. Возможно, там была какая-то история, связанная с тем, что он хотел, не знаю, поехать рядом, встать рядом, оставить машину где-то, где Путин будет проходить и, соответственно, взорвать. В ИЧК УГПУ подробно рассказывает эту историю и про то, сколько сил было потрачено на то, чтобы ее засекретить. Но, опять же, вот, возможно, в видео про то, почему сложно убить Путина, я про нее расскажу. Или можете сами пойти и по фамилии там найти эту историю у ИЧК УГПУ. Кстати, недавно на днях в ИЧК УГПУ признали телеграм-канал иммуногентом. Это уморительно, я не понимаю, на что расчет. Это анонимный телеграм-канал. Как они собираются на него давить, я даже примерно не представляю. Ну, теперь давайте к более связанным с фронтом вещам. Атака по нефтебазе Цемлянской в Ростовской области, про которую рассказывал вам вчера, подтвердилась. Ну, и различными спутниками и снимками. Есть кадры поражения нефтебазы в Цемлянске в Ростовской области непосредственно с территории базы хранения. Там на видео интересно, что можно увидеть уровень защиты нефтебазы. Там стоят антидроновые сетки, а на территории дежурит человек с антидроновым оружием. Однако все это не помогло. Как вы видите, два дрона в разное время поразили резервуары. Первый дрон рано утром, второй, когда начало светать. И вот интересно, что этот человек с антидроновым ружьем, как вы видите, не очень эффективно выглядит. И вообще про антидроновые ружья я все больше читаю в Z-каналах, что это оказалось абсолютной профанацией. Они совершенно не работают. И дробовики гораздо лучше антидроновые ружья, чем антидроновые ружья. Также сегодня утром что-то снова прилетело в Ростовскую область. Но пока совершенно непонятно, что именно. Судя по всему, снова нефтебаза. Однако ждем подробностей. Что касается линии фронта. Россияне оккупировали урожай. Это подтверждает Дипстейт. Сегодня с самого утра враг приступил к массированному штурму северной части поселка. Писали они накануне. Силы противника были значительные. Располагаем информацию о двух ротах личного состава. Пишет Дипстейт. Это довольно интересно само по себе. Потому что, как вы знаете, сейчас идет война на истощение. То есть, у кого больше останется... У кого в какой-то момент ресурсов будет достаточно для широкого прорыва. Россия продолжает свои атаки. Она гонит своих солдат на передовую. И раненых в том числе. При этом не достигая выхода на оперативный простор или чего-то подобного. Вот две роты в этом контексте на неосновном направлении. То есть, на Времовском выступе. Это выглядит довольно странно. Потому что России нужно усиление примерно каждой точки, где они атакуют. Им нужно усиление в Харьковской области. Им нужно усиление на Торецком направлении. Им нужно усиление, собственно, у Часова Яра. Интересно. Вот я вчера выпускал видео с Натьем, Зет-Натьем. В том числе, российских солдатов. И очень интересный пост написал Константин Машавец. Конкретно про это видео. Даже там внутри видеообращение определенных солдат из одного из подразделений. И как раз Машавец рассказывает, что это как раз то подразделение, которым это должны были быть резервы для Торецка. Для атаки Торецка. И они должны были быть введены позже. Но если уже сейчас эти подразделения записывают видео, в которых рассказывают, что большую часть их уничтожили. И они идут на мясо и так далее. То, видимо, этих резервов не особо-то и имеется. Поэтому почему и зачем на урожайное направили такое большое количество солдат, учитывая, что там от урожайного дальше идти особо некуда, большая загадка. Ну, ответ на нее, возможно, как обычно, заключается в том, что просто есть конкретные российские военачальники, которые хотят конкретно себе повышений. Поэтому им нужно имитировать бурную деятельность. Неважно, какими ресурсами затраченными. И вот, чтобы отчитаться в отсчете. А вот, смотрите, я тоже что-то захватил. Также есть продвижение российских войск возле Александрополя, Новоселовки-1 и Макеевки. Продолжаются бои в Железном. И Клещиевки пишет, собственно, Дипстейт. Есть информации по Сотнинскому казачку. Это Харьковская область. Вот этот населенный пункт, там про него последние две недели что-то не до конца было понятно. То зайдут россияне, то не зайдут россияне. И вот Дипстейт проясняет ситуацию. Удары по вражеской пехоте они публикуют в Сотнинском как раз казачке. Последние две недели, пишут они, враг пробовал накопить пехоту в деревне, но целенаправленная работа по ликвидации дала свой результат. Подразделение противника, состоявшее из так называемых территориальных войск, набранное из жителей ТОД Донецкой области, понесло тяжелые потери и частично ушло в отказ. В настоящее время контроль над селом за силами обороны Украины, пишут они. Географические особенности и близость к территории России позволяют врагу забегать в деревню, поэтому зачистки еще продолжаются. Сейчас инициатива полностью за нашими подразделениями. Из-за некоторых ограничений больше кадров из села публиковать не можем, но если что-то изменится, то обязательно это сделаем, пишет Дипстейт. И как бы, наверное, историю с этим населенным пунктом пока можно и завершить. Почему вот когда я говорю про войну на истощение и про странную тактику России, которая вот сейчас прям сжигает все, она реально сжигает свои войска, прям максимально, видимо, действительно надеясь продержать ударный темп до осени, хотя мне не кажется, что у них есть достаточно сил для этого, когда будут выборы в Соединенных Штатах, и там уже получить Трампа президентом, и там уже выходить на, значит, капитуляцию Украины через то, что якобы мирные переговорами зовется и является, по сути, капитуляцией Украины. По крайней мере, на это рассчитывает Владимир Путин с ограничением армии и так далее, и тому по и не вступлением в НАТО и так далее. Так вот, что это стоит для России? Чего это стоит для России? По данным Великобритании, за последние два месяца потери российской армии составили рекордные 70 тысяч человек. В министерстве отметили, что усиление, ну, увеличение количества потерь связано с открытием России нового фронта в Харьковской области при сохранении прежнего уровня давления по всей 1000-километровой линии фронта на востоке и юге Украины. Министерство обороны Великобритании заявило, что российская армия понесла самые высокие потери за время полномасштабного вторжения в Украину. В мае и июне, по всей вероятности, погибло или было ранено более 70 тысяч солдат. Рост потерь как раз они связывают вот с открытием второго фронта, ну, как не второго, еще одного фронта в Харьковской области и сохранение давления на остальных участках. Мы действительно видим, что потери, людские потери России довольно большие. Мы видим, что, собственно, раненых отправляют бы всех подряд, отправляют в бой вообще необычных и так далее. И дают дополнительные детали в Министерстве обороны Великобритании. Вот что они пишут. Хотя этот новый подход увеличил давление на линию фронта, эффективная украинская оборона и отсутствие подготовки российских войск снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта, говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании. То есть, по сути своей, опять же, тут все зависит от того, насколько долго хватит у России возможностей. И я думаю, что здесь ключевая история заключается в том, что те, кто отдают приказы и те, кто координирует, в общем, эту атаку, мне кажется, у них неверное представление о собственных резервах. То есть, там же наверх постоянно отчитывается, что у нас там 10 тысяч добровольцев в день и прочее, и прочее. И я думаю, что те, кто просто командует войсками на высшем уровне, они просто не знают реальной ситуации. И о чем пишут уже даже не я, о чем пишут зетники, да, когда говорят, что у нас на самом деле неукомплектованные батальоны, а наверх уходит информация, как будто они есть. В итоге мы идем штурмовать, значит, в недостаточной численности, в итоге несем еще больше потерь, потом раненых отправляют на фронт и так далее. То есть, об этом пишут как раз Z-каналы. Я подробно тоже это все описывал в вчерашнем видео, где вот разразилось несколько Z-авторов, которые подробно расписали про ложь, которая постоянно существует на линии фронта. Поэтому, если, значит, прав и Константин Машавец, и многие другие аналитики, что у России осталось сил примерно на месяц-два, в целом такого серьезного давления, если Украина сможет выдержать это давление и после этого сможет стабилизировать линию фронта, то я боюсь, для российской армии будет много неприятных сюрпризов. Ну, как боюсь, надеюсь, что так и будет. Один из неприятных сюрпризов, который случился прямо сейчас, это большое предательство Александра Лукашенко. По крайней мере, его в этом обвиняют Z-каналы. Лукашенко заявил о снижении напряженности на границе Беларуси и Украины и сказал, что республика отводит оттуда войска. Это очень не понравилось Z-военкорам и Z-блогерам. Сегодня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на украинской границе и поручил вернуть переброшенные туда белорусские войска в пункты постоянной дислокации. После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы. Цитирует слова Александра Лукашенко, агентство Белта. Теперь же в случае отвода всех или большей части белорусских военных, а также после публичных заявлений об отсутствии угроз друг другу, противник может получить возможность для высвобождения какой-то части своих армейских соединений от бесполезного простоя на границе с Белоруссией для активного задействования в зоне идущих боевых действий. Говорит телеграм-канал, Z-канал военный осведомитель, сокрушая, что вот теперь станет сложнее. Судя по всему, Лукашенко вступил с украинцами в сепаратный сговор, что позволило освободить украинцам резервы для купирования наступления в Харьковской области. Фактически в штурме Волчанска и Липцев надежный союзник Пыпы резко встал на сторону украинцев. И почему я не удивлен, пишет Алекс Паркер, Z-блогер. В этих новостях прекрасно все. Сейчас один усатый кумир миллионов будет Минские выпрашивать, потому как стабильность. В итоге не выйдет ни хрена, но почему Москва не может вовсю становиться понятнее? Пока гром не грянет, причем пару раз подряд мужик не перекрестится, пишет Дон РФ. Всегда был двужопом и нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Более категорично говорит Нопа Саран. Лукашенко с заявлением об отводе войск от границы с антироссией играет за лукавых миротворцев. Если только это не информационное прикрытие обратного, на что надежды практически нет. Такие слова, тем более действия, подрывают доверие и реанимируют болезненный дискурс о многожопости, пишет Скориков ультраправильный. По существу ВСУ получили возможность перекинуть высвободившиеся силы на харьковское направление. Ранее туда они уже перебросили практически все резервы. Спасибо, батька, пишет Романов Лайт. И напоследок, по-моему, нас *** продали. Когда это затеяли, где же ваши цели ***, пишет наш любимый 13-й, который тоже на этой неделе отличился. На мой взгляд, не меньше, чем Z-военкоры, а может и больше российским властям и в целом путинской агрессии, российской агрессии помогают оторванные от реальности пацифисты с неадекватными заявлениями. Наверное, очень спорная тема. Я сразу подчеркну, что это мое отношение к этой проблеме, мое мнение. Пишите ваше в комментариях, я с удовольствием почитаю. Пока никаких аргументов, кроме, что вот как вы можете не уважать Муратова или Алексеевича или еще кого-нибудь, я на свою позицию не увидел. Что за история и что за позиция? Нобелевские лауреаты подписали коллективное письмо с призывом прекратить огонь. 51 человек это сделал Нобелевских лауреатов. Олимпиада не должна стать кровавой. Собственно, они призвали к прекращению огня в Украине и в секторе газа в преддверии Олимпийских игр. 51 лауреат Нобелевской премии в преддверии открытия летних Олимпийских игр в Париже подписал это самое вот открытое письмо с призывом прекратить огонь во всех военных конфликтах. Помимо этого, авторы обращения призывают к обмену пленными всех на всех, освобождению заложников, возвращению тел погибших и к началу мирных переговоров. Авторы обращения отмечают, что в мире продолжается не менее 55 вооруженных конфликтов, а война в Украине стала первым за несколько десятилетий конфликтом на территории европейского континента. «Дайте возможность нашим детям пережить нас! Давайте не убивать друг друга, а спасать планету!» призвали нобелевские лауреаты. Вы знаете, какая с этим проблема? Значит, проблема, что когда есть агрессор и жертва, вот агрессор нападает на жертву. Дальше вы можете занять только одну из сторон. Нейтральный нет. Нельзя быть третейским судьей, нельзя быть над схваткой, нельзя быть нейтральным. Точнее, вы можете себя так заявить, но на самом деле вы будете помогать агрессору. Как это работает? Ну вот, например, на улице на вас нападает огромный бугай, увешенное оружием и прочее, и начинает вас калашматить. Любой человек, который стоит подаль и начинает говорить «Лебята, давайте жить дружно», он не выступает на вашей стороне, он не вмешивается и не помогает вам, если вас сбивает огромный бугай. А значит, агрессор он полностью устраивает. Не участием, не помощью жертве люди помогают агрессору. Это могут быть очень прекрасные люди, дважды, трижды заслуженные, но они помогают агрессору. Любой нейтралитет, любая отстраненность, любые общие неконкретные призывы и уж тем более какие-то громкие заявления, которые не влекут за собой никаких действий, это помощь агрессору. Агрессору надо, чтобы никто не мешал ему уничтожать жертву. Поэтому, чтобы вы, как бы вы себя не оправдывали, ваши действия и бездействия помогают одной из сторон, третьей стороны не существует. Это иллюзия, которая вы пытаетесь, этой самой иллюзией остаться безучастным и оправдать собственную совесть, чтобы смотреться в зеркало по утрам. Ну так вот, вы можете, вы можете поддерживать агрессора прямо, говорить, давай Россия, уничтожь Украину, можете поддерживать косвенно, говоря, давайте все прекратим стрелять. Но, когда вы смотрите в зеркало, пожалуйста, помните, что вы помогаете Владимиру Путину уничтожить Украину, вы помогаете российским войскам бомбить детские больницы, вы помогаете российским войскам уничтожать людей в буче. Это все на ваших руках, зарубите себе на носу. Когда вы рассказываете, что нельзя донатить ВСУ, вы помогаете Путину. Когда вы рассказываете, что нельзя занимать ничью сторону, вы помогаете Путину. Пожалуйста, уже уясните это, не существует никакой третьей стороны. Это важно понимать для того, чтобы как раз не стать случайно помощником Путина. Если вы все это осознаете и продолжаете вести себя так же, то вы заняли какую-то позицию. Может быть, не врага, то есть человек, который не специально это делает, может быть, и не является врагом. Но, как минимум, не знаю, руку я вам не пожму. И, может быть, вам плевать, пожму я вам руку или нет, но в целом вы должны осознавать, что вы Владимиру Путину помогаете. И вот это письмо Нобелевских лауреатов абсолютно делает то же самое. Во-первых, там обращение ко всем, кроме Спортлото, там к Папе Римскому еще что-то. А, во-вторых, это не обращение с тем, чтобы помочь Украине освободить свои территории и избавиться от фашистских захватчиков. Это не обращение к Путину с требованием вывести войска из Украины и перестать убивать украинских граждан. Что касается Израиля и Газы, почему-то я не видел ни одного обращения Нобелевского лауреата, когда Хамас уничтожал евреев. Когда Хамас уничтожал израильтян. Не видел ни одного обращения, когда рос уровень антисемитизма в разных странах. Ни одного не было обращения от Нобелевских лауреатов, по крайней мере коллективного. И вместо того, чтобы говорить, уважаемый Хамас, Иран и остальные людоеды, пожалуйста, перестаньте убивать евреев и делать это целью своей жизни, чтобы им не было нужды защищаться от вас, тогда бы я еще понял. Но нет, везде, собственно, просто в одном случае агрессор сейчас получает по зубам, что касается Газы, а в другом случае агрессор продолжает еще уничтожать жертву. Просто в случае Газы и Израиля, Израиль оказался сильнее, чем агрессор. И вот в обоих случаях Нобелевские лауреаты хотят выступить на стороне агрессора, помочь одному агрессору избежать возмездия, а второму агрессору уничтожить Украину. И там есть в письме довольно приписка забавная, что типа раз они Нобелевские лауреаты, то они лучше знают, что делать. И на это замечательно отвечает Саша Плющев, я даже приведу его пост целиком. «Сомнительным для меня выглядит и предисловие к письму от коллег из Новой. Эти люди лучше всех понимают, как устроена Вселенная, чтобы ее спасти они требуют прекратить войны. Поддержите их усилия, пора людям справиться с угрозой уничтожения планеты, если государства пока бессильны. Эти слова по-особенному звучат перед Олимпийскими играми с их древней традицией прекращения огня между враждующими сторонами». Приводит он цитату из предисловия к Новой газете. «Знаем мы пример одного Нобелевского лауреата, пишет Саша Плющев, который в последние 20 лет своей жизни поехал мозгами и стал конспирологом и антиваксером. Другой на закате лет стал расистом и увлекся Евгеники. Третий лечил рак витамином С. И таких примеров достаточно, хотя, разумеется, не все и даже не большинство Нобелевских лауреатов чудят настолько, что заставляют усомниться в своих когнитивных способностях, пишет Саша. И о том, добавляет он, что сама по себе Нобелевская премия говорит только о том, что уважаемый комитет признал достижение этого человека в науке, литературе или гуманитарной сфере. Но ровным счетом ничего не говорит о том, хорошо ли этот человек понимает в политике и даже в мироустройстве. А я тем временем добавлю от себя историю Аун Сан Суджи. Слышали про такое? Ее наградили Нобелевской премией мира в 1991 году. Спустя четверть века ее обвиняют в геноциде мусульман в Мьянме. Такие вот лауреаты Нобелевской премии. Ну а в целом это как с Гарри Каспаровым. Если ты хорошо играешь в шахматы, это значит только то, что ты хорошо играешь в шахматы. И повторюсь, что я раскрою вам страшную тайну. Вопреки распространенному мнению, есть только две стороны. Вы либо поддерживаете жертву агрессии Украину, либо агрессора Россию. Ваша нейтральность, каким бы вы ни были лауреатом и оторванная от реальности пацифизм, все это помогает России. Отсутствие помощи жертве это помощь агрессору. Всегда. Это база. Конечно, есть разница между российским солдатом, убивающим людей в Украине прямо сейчас, и сидящим в теплом кресле Нобелевским лауреатом, подписывающим письмо «все должны просто прекратить стрелять». Но они оба помогают Путину, и чем скорее каждый это поймет, тем больше жизни будет спасено. Почему западные интеллектуалы пишут письмо «давайте все прекратят стрелять»? Почему они не обращаются к Путину с призывом вывести войска с территории чужой страны и прекратить убивать украинцев? Почему они не пишут Хамасу или Ирану письмо с призывом перестать убивать евреев и делать уничтожение Израиля главной целью своего существования? А я скажу вам ответ, потому что эти люди не под бомбами. Эти люди не просыпаются с вопросом «останусь ли я жив?». Они встали утром, выпили чашечку кофе, почитали газету, где было сказано, что Россия ударила ракетой по детской больнице, подсохали зубом, причитая «эх, вот бы никто нигде не воевал». Знаете, почему в 1943 году никто не кричал, что нужно прекратить огонь? Потому что часть европейских городов была захвачена нацистами, а на другую летели бомбы. И интеллектуалы кричали «дави фашистскую гадину», потому что речь шла об их жопах и жизнях. Но сейчас нацисты захватили города где-то там в Украине. Это лишь картинка в телевизоре, ее можно выключить и пойти дальше думать о судьбах мира. И что всем просто надо прекратить стрелять, может быть даже выпить второй кофе. Поэтому меня это раздражает, меня это бесит. Я готов словить весь хейт на свете за то, что вот я не уважаю каких-то титулованных вот этих лицемеров. Я считаю это абсолютным лицемерием. И более того, знаете, что самое забавное? Они же знают, что их письмо ни на что не повлияет, вообще ни на что в этом мире. То есть это письмо — это обозначение позиции. И вместо того, чтобы обозначить позицию, что недопустим нацизм и оккупация в современном мире, что делает Россия, они обозначают, что просто все должны положить оружие, что Украина должна оккупитулировать. Потому что это же, ну, запрос к Украине в основном, правильно? Купитулируйте, хватит сопротивляться. Пусть и дальше российские войска в городах, которые они захватили, будут уничтожать мирное население, кошмарить его и делать с ним все, что захотят, да? В этом же идея. За это подписываются Муратов и Алексеевич. Ну, я могу только одно сказать. Я надеюсь, что Муратов и Алексеевич и остальные 49 подписантов никогда не почувствуют на себе того, что чувствуют сейчас граждане Украины. Да, Алексеевич прошла, ну, как она не прошла, но видела протесты в Беларуси, а Муратов, значит, работает в стране-оккупанте, долгое-долгое время жмет руку Бастрыкину и так далее. Они тоже через что-то, наверное, прошли. Но они не просыпаются, думая о том, доживут ли они до сегодняшнего вечера. И я надеюсь, что они и не окажутся в такой ситуации, потому что их глупость и лицемерие не причина желатим смерти. Кстати, о смертях. Вокруг Тимура Иванова, который сидит в СИЗО, происходит очень загадочная смерть. Я напомню, что Тимур Иванов – это заместитель министра обороны, который отвечал за стройки и много за что еще, и наворовал кучу денег. Дерягин рассказывает про 11 триллионов рублей. И вот скончался уже второй человек, который как бы косвенно в этом деле завязан. В московском СИЗО скончался бизнесмен Игорь Котельников. Он проходил по одному делу с экзамминистра обороны как раз Тимуром Ивановым. В московском СИЗО 4. Медведь. Умер 52-летний бизнесмен Игорь Котельников, фигурант дела о взятках в Минобороны. Первым об этом сообщил телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Позже информацию подтвердила член СПЧ Ева Меркачева. По словам правозащитницы, Котельников скончался утром 8 июля, однако известно о его смерти стало только спустя несколько дней, причем не из официальных источников. Что произошло с бизнесменом-фигурантом Громкого, если не самого Громкого за последнее время в России дела? По моим данным, остановка сердца. Но что стало причиной? Сказала она, бизнесмен был на пятом корпусе, где множество карцеров. Это плохое место, по моему твердому убеждению, написала Меркачева. По ее словам, карцеры в СИЗО 4 самые плохие. Правозащитница также раскритиковала практику помещения в них людей по странным основаниям. В ЧК ОГПУ пишет со ссылкой на источники, что в СИЗО к Котельникову регулярно приходили сотрудники ФСБ и требовали от него дать показания против экс-замминистра обороны Тимура Иванова, с которым они проходили по одному делу. Бизнесмен отказывался, за что его начали прессовать. Отправляли в карцер, даже несмотря на противопоказания врачей. В результате бизнесмен скончался в этом самом карцере. Однако, я думаю, что в этой истории есть какие-то еще нюансы, и это может быть просто прямое убийство. Почему? Потому что ранее на неделе агентство ТАСС сообщило о смерти главы управления государственной экспертизы Минобороны Российской Федерации 62-летнего Магомеда Хандаева. Хандаев находился в прямом подчинении бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации, кого? Правильно, Тимура Иванова. И тут внезапно этот генерал просто быстро умер. Где-то непонятно где, непонятно как. Поэтому я думаю, что на самом деле это Шойгу. Их убивает Шойгу буквально, он заметает следы. Но об этом тоже, возможно, поговорим с вами в отдельном видео. Какие еще есть подробности про российскую армию? Кашеварова рассказывает про самострелы. Героизм или суицид, называет она свой пост. У нас есть практики, пишет она, несколько случаев, когда боец взорвал себя, чтобы не попасть в плен. Но командиры это определяют как суицид, а также таких бойцов отказываются отпевать в церкви. С каждым годом СВО маразм крепчает. Как по этим случаям сказала Юлия Цоя, сдался в плен предатель, не сдался самоубийца. Первый случай, описывает она. Боец взорвал с себя гранаты, получив серьезное ранение, чтобы не тащили его другие бойцы, чтобы не попасть в плен. Это подтвердили сослуживцы. Ребята, слава богу, отбились, в плен никто не попал. Но семье выплаты не положены. Погибели, как сказал командир, потому что расценивается воинская часть. Это как суицид. Второй случай, практически аналогичный. Боец выстрелил в себя, чтобы не попасть в плен. Расценили как суицид. Даже отпевать отказались в церкви. Наши иристы, говорит Кашеварова, советуют в таких случаях семьям погибших писать письменное заявление с просьбой провести расследование обстоятельств гибели и указать заявление, что сослов сослуживцев убил себя, чтобы избежать попадания в плен во исполнении пункта 23 воинского устава. Согласно этому пункту устава вооруженных сил Российской Федерации, военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части подразделения и в полном окружении должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен. В бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг. Если военнослужащий, находясь в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии, будет захвачен противником в плен, он должен искать и использовать любую возможность для своего освобождения и освобождения своих товарищей из плена и возвращения в свою воинскую часть. Про другие случаи, так, суициды в кавычках пишет она, не буду говорить, там ДВКР должны разбираться или, быть может, таких тварей, которые своих же гасят, судьба сама раньше прибаранит. На войне такое бывает, что ваши сопли о величии героизма по федеральным каналам вообще неуместны. Война — это еще дерьмо, гниение и разруха. И выбираешь ты сам, что тебе ближе, величие души или трусость и подлость. Мы держимся до той поры, пока на фронте и в миру есть перевес на стороне людей отваги, доблести и дела, но с каждым днем этих ребят становится все меньше, пишет Кашеварова, а я лишь отмечу, что... Ну, а за что именно вы его... Можно узнать, в чем доблесть убивать людей в другой стране? Просто по приказу Владимира Путина доблести в этом нет. Но даже те, кто считает, что вот они там, не знаю, подорвут себя и их родственникам заплатят 7 миллионов, хрена вам лысого, им ничего не заплатят, а вас даже не будут отпевать в церкви. Такая благодарность от российской армии. Что касается вот этой элиты великих людей, про которых пишет Кашеварова, то такие новости тоже имеются в ассортименте, как всегда. Участник вторжения в Украину 13 раз ударил жену ножом. До этого он был судим 8 раз, в том числе за убийство, но жена ничего об этом не знала. Жительница Ивановской области по имени Дарья познакомилась со своим будущим мужем Николаем Мерзлом в интернете. Про себя он рассказывал мало, говорил, что он из Архангельска оттуда ушел на СВО, спустя год вернулся с контузией, потом работал в Ярославле, вспоминает Дарья. Документов Николая она тоже не видела, он сказал, что все потерял и оформлял новый паспорт в Ярославле. Весной 2024 года Мерзлый впервые напал на Дарью, после этого она узнала, что он был судим 8 раз, в том числе за убийство. Несмотря на это, после первого нападения Мерзлого не заключили под стражу, и вскоре он снова подкараулил жену. Подробности истории сообщает издание КОСА. А вот российские военные ограбили свиноферму в Белгородской области. На видео с камер видеонаблюдения вооруженные люди заходят в здание свинокомплекса в Борисовском районе, взламывают дверь и что-то оттуда выносят. Опубликовавший ролик местное издание Пепел пишет, что на кадрах российские военные ограбили здание предприятия, а не еще 10 июля. По данным журналистов, ничего особо ценного в здании военнослужащие найти не смогли, после чего скрылись с места преступления на машине. Вряд ли. Я не думаю, что это зоозащитники, которые просто хотели освободить животных. Поэтому это просто случай мародерства со стороны российских войск. Поскольку мародерить на территории Украины им стало сложнее, так как, во-первых, все уничтожается, потому что Россия по-другому не может продвигаться вперед. А во-вторых, скорость, с которой они заходят в украинские города, снизилась до минимальной. Теперь они мародерят уже на российской территории. И это еще даже до того, как они вернулись на гражданку. Ну а с вами был Майкл Наки. Такой вот у нас выпуск о многих сторонних вещах получился. Будем считать такой воскресный. Ну а уже завтра вернемся со сводки с Русланом Левьевым. А сегодня вечерком поговорим про экономику вместе с Владимиром Миловым. До скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова